Всем привет! Спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И сегодня будет видео обзор на нашумевшую пилку для пят от Жоль. Сегодня мы проверим ее эффективность и я расскажу о своем впечатлении о ней. В связи с тем, что у нас очень мало всяких приборов, которые рассчитаны на уход за пятками, эта пилочка стала довольно популярной. Конечно же, рано или поздно всем надоедает тереть пятки по 2 часа все той же пемплей. Поэтому в надежде на быстрое решение проблем обрубевшей кожи, все ревнулись покупать вот эту вот электрическую пилочку. Я подошла к покупке довольно серьезно и решила зайти на официальный сайт shol.com в поисках официальных динеров-дистрибьюторов в Украине. Какое мое удивление было, что в списке перечисленных стран-партнеров не было Украины. Россия, да, но не Украина. Выходит так, что все пилки-шоль на территории Украины завезены контрабандой. В общем-то, об этом можно догадаться в связи с отсутствием информации о товаре на украинском языке. Соответственно, она есть на русском. В общем-то, я пыталась вам сохранить упаковку, она выглядит вот так вот. Я, как постоянный пользователь китайских сайтов, могу вам с уверенностью сказать, на китайском рынке их полно и очень полно подделок на вот эту вещь. Основным отличием подлинника является наличие логотипа Cosmopolitan. Текст должен быть обязательно на государственном языке. Пластиковая упаковка должна быть идеально завальцована. Что мы получаем в комплекте? Это самая роликовая пилка уже со вставленным картриджем. Набор из четырех батареек отечественного производителя. А также колпачок или защита, который одевается наверх. Так как я попала на акцию на сайте, мне дали в подарок вот такие вот две съемные кассеты. Там их можно будет выбирать по уровню жесткости. У меня средняя жесткость с какими-то там кристаллами, но в общем-то на этом не стоит заворачиваться. Забегая вперед, лучше берите самые жесткие пилочки. Давайте теперь разберемся, что же это такое. Начну скорее с крышки. Здесь у нас есть нанесенный логотип Шоль, типа это все оригинал. Но дело в том, что вот сюда вот оно плотно, вот так вот, как хотелось бы, не входит в пазы. Крышка торчит и не до конца закрывается, что дает мне полную уверенность в том, что этот прибор был изготовлен в Китае. В принципе, если присматривается к упаковке, здесь это так и сказано. Все в этой шпилке напоминает о стране производителей, потому что все сделано очень хлипенько. Включается пилка по воротам вот этого вот переключателя. Он очень хлипенький. Крышка плохо закрывается и открывается. В общем, она здесь уже изнутри поцарапалась, потому что как будто она сюда не подходит. Но на самом деле она идет универсальная. В общем-то, вынимаются сами ролики нажатием вот этой вот клавиши. Устеньки, на которых держится сам валик, очень хлипенький, выполненный из пластика. И кажется, что с первым включением она отвалится. Но это не так. Так как эту пилку нужно использовать на сухую кожу, естественно, она от влаги не защищена. Поэтому хранить в ванной комнате я у нее не рекомендую. Вообще в руке лежит неплохо. Единственное, хотелось бы, чтобы она работала не от батареек, а от розетки. Потому что, ну, действительно, пилку не используют в ванной комнате. Это вполне безопасно. И мне кажется, экономично. Потому что, в общем-то, вроде бы, как бы этих батареек хватает. Но если вы любитель более гладких, прям идеальных пяточек, хватит где-то на 5 применений. Сейчас я вам включу ее и послушайте, как она работает по звуку. Ну, согласитесь, 4 батарейки это реально много и это муторно. Включается пилочка поворотом вот этой вот части. И вот она заработала. Звук вроде бы не навязчивый, но довольно легкий. Первый раз мне понадобилось минут 15, чтобы приспособиться, как ею работать. Потому что в инструкции написано, что на одном месте больше 4 секунд держать нельзя. А как бы сразу результат эта пилка не показывает. Вы можете двигаться постоянно и как будто ничего не изменяется. Как была сухая потрескавшаяся кожа, так и осталась. В общем-то, разницу заметить сложно. Во время самого процесса, ну, когда это все заканчивается, на ощупь вполне даже заметно. Сама по себе пилка довольно слабая. Если вы чуть больше бедно нажмете, она перестает крутиться. То есть, крутящий момент в ней довольно слабый. Ролик основной, который шел в комплекте, он с довольно таким слабым абразивом. И чтобы хорошо вычистить пятки, вам понадобится время. Если уже брать сменные, нужно брать самые жесткие. Даже учитывая то, что у меня не слишком запущены пятки, никаких трещин, натоптышей пока, слава богу, нет. У меня довольно много занимает времени для того, чтобы их привести в божеский вид. Хотя бы очистить от огрубевшей кожи. Такое чувство, что эта пилочка больше не удаляет, а как будто полирует поверхность. Но вот полного избавления я, честно говоря, не видела. Я пробовала использовать на распаренную кожу, пробовала использовать на сухую. На сухой результат более виден. Там прямо в процессе идет какая-то дымка, поэтому лучше использовать в ванной. И сам процесс выглядит, как будто полирует дерево на пилораме. Ну что ж, подводим итоги. Честно говоря, я думала, что будет интенсивнее. Я думала, что будет более динамичнее работать эта пилка. Но она оказалась слабее по мощности, чем я ожидала. В общем и целом, использовать можно и нужно. Но она подойдет далеко не всем. В основном тем, у кого нет серьезных проблем со стопами огрубевшей кожи. Нет сильных натоптышей. Нет мозолей. То есть это просто как профилактика. Это просто как ежедневная рутина и так далее. Я все-таки решила не выбрасывать свою пензу. Я люблю распарить хорошенечко пятки. Их очистить. И потом только заполировать вот этой пилкой. Чтобы они были более гладкими, как будто блестящими. Лично я трачу абсолютно одинаковое время на то, чтобы использовать пензу. Вручную натирая это все. И на использование электрической пилки. На этом все. Надеюсь, вы решили или придумали покупать электрическую пилку Шоль. Надеюсь, это видео было вам полезным. Если так, пожалуйста, поставьте пальчик вверх, внизу под видео. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить больше обзоров. А я вас всех целую. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok